Всем привет! Давно я не снимала подобных роликов. В этом видео мы будем с вами разговаривать, общаться и в то же время краситься. У меня на коже сейчас есть только увлажняющий крем и больше ничего. В качестве базы я нанесу базу от Make Up For Ever Step 1 Skin Equalize. Еще раз напомню, кто на моем канале впервые, у меня кожа комбинированная, склонна к воспалениям, высыпаниям, но сейчас, как видите, она в более-менее нормальном состоянии. Есть только небольшие пост-акне. Я немножко, как видите, загорела и теперь могу пользоваться вот таким вот тоном от Elzor. Это у нас Stay Foundation в оттенке Beige Rose. Он немного с розоватым по тоном, но при... Не знаю, видите, нет, он практически, в принципе, под цвет моей кожи, но немножко с розовым отливом, но это при растирании уже не совсем, уже не видно. Мне этот тон нравится. Он такой легкий, хорошо распределяется пальчиками. Как-то так мне больше нравится его распределять. У него не сильно кроющая способность. Он, как видите, не маскирует воспаление и пост-акне. Но хорошо выравнивает тон кожи, даже, можно сказать, рельеф. Он не подчёркивает никакие... Он не подчёркивает рельеф кожи, но если у вас есть какие-то шелушения, он может их подчеркнуть, если они очень сильно явные. Это видео, скорее всего, будет длинное. И я не знаю, понравится вам такой формат. Я не буду, скорее всего, ничего вырезать и монтировать, потому что хочу видео это выложить сегодня. А если я буду монтировать, то это займёт очень большое количество времени. Я почему нанесла базу увлажняющую и увлажняющий крем до нанесения этого тонна? Потому что так увлажняющий крем и база скрыли все шелушения, какие у меня есть на коже. И, как видите, кожа такая ровная, сияющая, прям отдохнувшая. Цвет мне сейчас этот подходит прям идеально. И я прям рада, что я этим летом немножко загорела. И смогу им теперь пользоваться. За камерой у меня стоят продукты, которые я сейчас буду использовать. Поэтому я буду поддвигаться и брать эти продукты. Давайте сейчас мы оформим брови. Как видите, вот здесь у меня брови растут, но они практически прозрачные. Их не видно. Их нужно как-то дорисовывать. Брови сегодня я буду оформлять вот этими вот продуктами от Benefit. Это Каброу и Гивми Броу. Каброу у меня в первом оттенке, а Гивми в третьем. И у меня брови как раз оттенка что-то между этими двумя. Поэтому я их буду совмещать. В Каброу есть вот такая вот кисточка. Я ей набираю продукт. И заполняю наши бровки. У меня там на заднем плане кошки. Поэтому если будут какие-то звуки, это они. Кстати, не знаю, интересно вам вообще или нет. Я могу снимать какие-нибудь ролики про кошек и вставлять в ролики. Потому что иногда они очень забавно себя ведут. Как видите, мои брови сейчас в принципе оформлены. Но они немножко светлее, чем мои натуральные волосы. Здесь у меня выгоревшие и уже такие смывшиеся, окрашенные я их делала. Немножко светлее, чем мои волосы на самом деле. Вот к этим бы, наверное, волосам они больше подходили. Но почему, когда я снимаю, кто-то что-то делает на заднем плане? Дальше беру Give Me Brow. Мне нравится, что здесь вот такая вот малюсенькая-малюсенькая щеточка. Но мне немножко темноват оттенок, поэтому я наношу его совсем чуть-чуть поверх светлых бровей. И бровь сразу такая становится более яркая. Также вместе эти два средства хорошо фиксируют мои длинные брови. Как видите, вот разница. Это более такая темная получается. Почему я не использую сразу Give Me? Потому что он не прокрашивает хорошо пространство между бровями. Он красит только сами волоски. И мне это недостаточно. Брови у меня не совсем ровные от мимики, потому что иногда я вот эту бровь поднимаю и этот кончик поднимаю. И поэтому кажется не совсем ровно. Но они у меня такие есть. Поэтому вот, что у нас получилось. Дальше я буду использовать продукты от Everine Cosmetics. Кто следит за мной в Инстаграм, те видели мои покупочки этой марки. Мне было интересно попробовать троечку скульптора и палетку роз. Вот этой марки. Давайте попробуем. Я, конечно же, уже пробовала эту палетку. Я уже сделала свочи для блога и скоро на нее выйдет обзор. Ссылочку на блог я оставлю под видео. Сейчас мы сделаем макияж при помощи вот этой вот картинки. Называется Smoky Day. Это такой, получается, розовый нюдовый макияж. Глаз. Мне он нравится. Только я немножко в этой схеме не пойму, что... Не то, что даже не пойму, а... Для меня это немножко странно, что в складку века используется шиммерный оттенок. Но выглядит это насибельно. Мне это нравится. Мне нравится, как выглядят мои глаза. Тут ко мне пришла кошечка. Она будет сейчас смотреть в окно. И я надеюсь, ничего там не свернет. Также я буду использовать сейчас базу от Evelyn Cosmetics 24 часа Magic Stay. Это у меня еще старая база, но я уже купила себе новую замену. Это уже кончается. И... Мне нравится, как она работает, как она действует. Она хорошо распределяется. Немножко маскирует мои вены на веках. И тени держат хорошо. Тени держат весь день с ней. Вот так беру вот эту вот палетку, как уже сказала, и буду наносить вот этот вот оттенок на все подвижное веко. Дальше буду наносить вот этот вот оттенок в складку, вот этот в уголок во внутренний уголок глаза и вот этот оттенок в уголок внешний. Во внешний уголок. Я сразу показала, какие оттенки, потому что мне будет тогда неудобно все это дело быстренько накрасить, чтобы... Я не хочу все-таки, чтобы видео было прям очень сильно-сильно длинное. Поэтому стараюсь как можно быстрее все делать. Эти тени, чем мне нравится, они не осыпаются под глаза. И для меня прям это большой плюс, потому что я обычно всегда наношу тональную основу. сначала, а потом уже крашу глаза. Беру вот этот вот шиммерный оттенок, который написано нужно нанести в складку. Он чуть-чуть темнее оттенка, который мы наносили. и имеет небольшой шиммер. Беру чистую кисточку и растушевываю. В принципе, этого шиммера не так прям сильно видно. Видно просто такое небольшое мерцание и все. Я надеюсь, вам хорошо видно. нужно затемнить. Я надеюсь, вам хорошо видно. Дальше беру светлый оттенок и наношу его во внутренний уголок глаза и втушевываю его в наш предыдущий цвет. Предыдущие цвета, которые мы уже нанесли. чтобы это выглядело ровно, чтобы был плавный переход из цвета в цвет. Дальше беру плоскую кисточку, чтобы набрать оттенка побольше и посильнее и наношу во внутренний уголок глаза и на нижнее веко чуть-чуть. Этот оттенок не сильно отличается от предыдущего, буквально на несколько полутонов и они отлично смотрятся друг с другом. также я его немножко еще втушевываю складку и мне кажется вам это заметно сейчас. Немножко прохожу с ушелочной кисточкой. Эта палетка отлично подходит под мой зеленый цвет глаз и мне нравятся в принципе все макияжи какие я пробовала и делала с ней. вот так вот у нас получается. Беру уже не по этому варианту беру светлый оттенок и наношу его под бровь. Так мне кажется макияж выглядит более законченным. Возможно кому-то не нравится такой макияж и глаза кажутся заплаканными но мне нравится как он выглядит и черный карандаш я не очень люблю использовать в макияжах хоть возможно это и неправильно но у меня не совсем дружат глаза с черными карандашами и вообще если я наношу карандаш на водную линию они у меня начинают слезиться я немножко добавила глубины еще во внешний уголок глаза и наш макияж можно сказать глаз готов осталось совсем чуть-чуть осталось тушь из туши я буду использовать вот такую тушь от кика но прежде мы нанесем консилер под глазки вот такая вот от кика лезет 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 я подружилась с этим с этой штукой и надо нажать три где-то раза чтобы консилер начал выбегать как видите разница есть и заметно что нет синячка теперь давай еще чуть-чуть сюда и все это хорошо растушуем выбежало опять много продукта если два раза нажала думала первый раз не побежит но побежала в общем когда вы нажимаете три раза нужно подождать когда оно вылезет чтобы потом не вылезло слишком много продукта вот так теперь мы переходим к туши я уже показывала обзор на косметику кика мое первое впечатление сейчас я уже написала обзор на эту тушь мне эта тушь сейчас безумно нравится она перестала сыпаться где-то через неделю использования у меня сейчас перегреется камера у меня перегрелась камера и это был какой-то фейл хорошо я не начала красить ресницы без вас и заметила это в общем все обзоры на что я писала в письменном блоге я оставлю под видео напишите под видео какие вам нравятся ролики на моем канале я постараюсь снимать такие ролики чаще потому что мне кажется у меня на канале зрители разных вообще категорий некоторым нравится макияж некоторым нравится покупки покупки с алиэкспресс фикс прайса или же другая категория которым нравится маникюры какие-то дизайны ногтей мне интересно кого больше я конечно буду продолжать снимать на все темы моего канала потому что мне это нравится я не хочу делать канал узко специализируемый чисто на ногтях но ой залезла мне эта тушь нравится что она хорошо разделяет мои длинные реснички придает им объем небольшой конечно как заявлено на упаковке что он дает прям экстра вольюм но объем дает и причем хорошо прокрашивает реснички за один слой сейчас добавим еще немножко второго слоя я в блоге писала что лучше конечно второй не наносить но когда хочется и может очень долго красить и окрашивать каждую ресничку то можно попытаться чтобы все это не слиплось вот в два слоя и вот в один лучше конечно второй слой наносить когда уже первый слой подсох так реснички не так сильно склеиваются наш макияж глаз готов сейчас я вот здесь подправлю тушь которую я печатала нам остался контуринг и губы давайте нанесем сначала контуринг в этом контуринге мне не нравится что при набирании лучше набирать похлопывающими движениями иначе он ужасно пылит но как сам продукт мне нравится особенно на загорелой коже почему-то на камере контур очень сильно виден но в жизни не знаю поближе в жизни его не так не видно но как видите у меня есть свой собственный родной контур блин камера сейчас опять выключится поэтому мой родной контур усиливается при нанесении любого контура и получается вот так в жизни он не кажется рыжим не знаю на камере почему-то он более рыжие камера наверное более передает более красные оттенки сильнее добавим другой кисточкой хайлайтера хайлайтер в этой палетке у меня кстати оттенок палетки второй пич беж добавим хайлайтер хайлайтер как я рассказала с розовым отливом все будет хорошо видно или нет хайлайтер наносим такими круговыми движениями чтоб он лучше распределился и как бы зашлифовал кожу когда кожа в хорошем состоянии то этот хайлайтер смотрится просто отлично и он не подчеркивает конечно же ничего когда кожа увлажненная мягкая шелковистая но если у вас есть на коже бугорки то продукт этот все подчеркивает как и скульптор дальше я возьму немножко вот этих вот румян я оттенки попробую вот вот такие вот оттенки у этого скульптора потому что от окна сильно засвечивается вся косметика добавлю немножко румян пока камера еще раз не выключилась и соединю наш скульптор и хайлайтер чтобы они смотрелись более гармонично между ними положу вот так вот румяна что снимать мне не дают а вы говорите почему я не выпускаю часто ролики ну наш макияж готов я конечно приготовила помаду но мне кажется она сюда не совсем подойдет лиловая сюда наверное более коричневую давайте я возьму лучше коричневую помаду в принципе у меня сейчас на губах бальзам можно оставить так но давайте нанесем помаду что ж камера опять перегрелась что вы думаете давайте нанесем все таки помаду от эльф и посмотрим как она будет смотреться на мой вкус та помада была слишком яркая и я ее стерла я попробую вырезать вот этот весь шум который сверлят соседей которые не дают снимать сегодня а я хотела снять сразу несколько роликов и со вторым уже не получится так снимать на мой вкус все таки лучше лучше более светлую помаду и мне так более комфортно и более нравится как-то более-более напишите понравился ли вам такой формат ролика мне будет интересно это знать кто хотел меня видеть рыжей как видите на видео почему-то я рыжая но на самом деле это не так как-то сегодня фотоаппарат мой не хочет нормально передавать цвета но вот цвет на макияж глаз выглядит так как он выглядит я постараюсь еще ставить фотографии если получится если все-таки буду монтировать этот ролик потому что с этим шумом придется все это вырезать либо ускорять и делать какие-то накладки музыкальные там у меня лежат кошечки они так-так мило спят один спит другая умывается и это так мило ну что ж на этом все ну что ж на этом все ролик подошел к концу если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал пока-пока